В рамках общероссийского движения «Корпус за чистые выборы» Воронежскую область посетил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Денис Панчин. Вместе с председателем избирательной комиссии Воронежской области Владимиром Селяниным и представителями Ассоциации молодых юристов России он провел обучающий семинар для членов молодежного парламента региона, лидеров различных молодежных общественных организаций области. Мы с вами коллеги, потому что есть часть юристов, мы с вами коллеги, потому что организуем и проводим выборы, и мы с вами коллеги все, потому что мы с вами избиратели. Ну а есть те коллеги, которые будут использовать еще и пассивные избирательные правы, но это несколько позднее. Я бы хотел вкратце проинформировать вас о той избирательной кампании, которая выпадает на единый день голосования на 14 сентября текущего года. Хочу сразу проинформировать, кто не в курсе, может быть, а я почему это говорю, потому что многие журналисты, вот даже когда прямой эфир идет на разных каналах, задают очень много вопросов. Что единый день голосования, это значит только единый день, или почему вот в других населенных пунктах проходят какие-то другие выборы. Действительно, единый день голосования определен для тех органов власти, органов местного управления, у которых истекает срок полномочий, вот допустим, в текущем году. Но есть выборы, которые нужно проводить и в другие сроки. Вот в частности, мы в Воронежской области уже проводили выборы и в январе, и в феврале, и в марте, и в апреле, в мае, в июне. Вот буквально 20 июля в Терновском районе у нас прошли выборы, то есть в прошлое воскресенье. Это те выборы, которые необходимо провести в установленные сроки. Или это 4 месяца срок отводится, или это 6 месяцев, или это год, но если год не совпадает с единым днем, то есть голосование. Вы должны это иметь в виду, то есть выборы идут регулярно. Член Центральной избирательной комиссии России Денис Панчин рассказал о практике предотвращения нарушений избирательного законодательства и о работе общероссийского движения «Корпус за чистые выборы», которое на сегодняшний день очень востребовано обществом. Очень приятно было видеть тех людей, которые еще в 2012 году наблюдали за выборами президента. Это были представители молодых юристов, ассоциаций юристов России корпуса, за чистые выборы корпуса наблюдателей. И сегодня я увидел многих ребят, которые из аудитории порядка сотни человек, 20 человек, подняли руки, сказали, да, мы наблюдали, мы будем это дело продолжать, нам это очень интересно и это отрадно слышать. Это очень важно, потому что Воронеж – это такой вузовский город и субъект. Очень много молодых, заинтересованных ребят, и постоянно у них есть интерес вот в этом именно таком гражданском долге, что это все-таки добровольно, это все на общественных началах, это волонтерские, по сути, начала. И очень важно, что здесь есть отклик. Ребята с горячими глазами заинтересованы вообще в судьбе не только города, субъекта, они заинтересованы в судьбе России, им не все равно. Вот что важно, это я сегодня и понял. И я считаю, что это хороший показатель того, что в принципе за этими ребятами это и будущее. И они будут уже когда-то и кандидатами, и будут работать в избирательной системе, я надеюсь. И они будут и избирателями тоже, и у них тоже, семьи, у них тоже карьерные возможности. И они станут достойными гражданами, которым будет действительно интересно развивать Воронежскую область, Российскую Федерацию в целом. Что касается непосредственно организации работы по подготовке к выборам, я как член Центральной избирательной комиссии курирую Воронежскую область, и мы достаточно в плотном режиме работаем по всем вопросам. Если я впервые, конечно, в Воронежской области, но это не говорит о том, что мы работу не ведем, потому что очень много мероприятий проводятся в Москве, очень много совместных семинаров, переговоров по телефону, обмены, корреспонденции, поэтому я в принципе в курсе всех вопросов каких-то. Но именно проблемных каких-то вопросов пока не было. Я надеюсь, что избирательная кампания в целом и день голосования пройдет на высоком, достойном уровне, которое в принципе не раз показывала уже Воронежская область, поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы, связанные с негативным каким-то ходом голосования или предвыборной кампании.